Какой у него удар тяжелый? Отдать или сделать, там к собакалову, например, зайти, и волков отдать, и хенопсов отдать, то есть вот все вот это вот сделать, помимо прочего, у нас еще, короче, нам оставили две бутылки вина, которые надо кому-то продать, говорят, что оно сверх, типа, дорогое, и вообще, надо его, короче, куда-нибудь слить, потому что мне решил Конрад не платить за выполнение этого задания, зараза такая. Вопрос остается такой, как, о, вот, отойти от опьянения, это хорошо, что мы сразу же из него вышли, эффект, правда, не пропал, но я думаю, сейчас тоже выветрится. Пойдемте, сходим к собакалову, отдам я ему жир собак, как бы это ни звучало, сколько он, сколько-нибудь он мне за это заплатит, наверное. А, стоп, сейчас вечер, но он все еще здесь, все нормально. Вечером пока все еще живут нормально. Вылезают из своих нор и отказываются покоиться с миром. Ну, а мне нельзя туда? Пошути. А, понятно. Ну, когда будет вознаграждение, я возьмусь, а пока пусть будет как есть. Бывай. Ну, ну, герой. Думаешь, легко упокоить беспокойного мертвеца? Делай, что хочешь. Может, тебя капитан стражи наградит. Не лишний будет проверить. Что? Чего вам надо? Прощай. Так, ну, так награда есть или нет в итоге? Ну, пройти я не могу. Сто аренов. Мне не нравится, что этот эффект алкоголя немного сохраняется. Мне кажется, так не должно быть. Правда, мало что можно уже с этим поделать пока что. Но, может быть, из-за локации в локацию я перейду, оно выветрится как-нибудь, не знаю. Так, пойдем быстренько, быстренько к садовнику. Потому что я же специально вечер ждал, чтобы поговорить со всякими гонцами и Конрадом. Поэтому, пока еще время не ушло, надо со всеми порешать дела. Смотри, как они красиво растут. Я пришел по объявлению. Ты похож на воина. Убьешь для меня несколько эхенопсов? Я уже это сделал. Вот доказательства. Отлично. Вот твои деньги. Вот само растворилось. Сколько? Соточка. Ну, маловато, конечно. Хотелось бы побольше. Так, волки это в другое место. Квивальдин... Я думаю, он уже ответил. Я думаю, он уже ответил. Давай сходим. Что я должен ей купить? Потому что на болото я тоже скоро тоже поеду. Тоже, тоже, тоже. Вот. К Ейвину письмецо отнести. Я ухожу отсюда. Там мне вообще... Мне там три задания в той области. Что привело тебя сюда, ведьмак? Ты уже подготовил свой ответ Ейвину. Да, держи письмо. Уверен, эльф наградит тебя. Посмотрим. Отлично. Немного подрабатываем курьером. Ну... Он заплатит, а мне все равно в изиме торчать. Поэтому нормально. Так, и к Клиувардену зайти успеть хотелось бы. Главное, чтобы он сейчас не ушел. Вообще, в идеале, еще на паром успеть. Успеть на паром, на пристани, уже на болотах, отдать задание со шкурами волков и идти искать Альгули и остальное добивать. Я, правда, Сефирот хотел найти, но... Сейчас прям у меня идеальный шанс просто успеть сделать все. Клиуварден должен быть здесь. Клиуварден. Судя по всему, к Клиувардену уже поздно. Просто у него... Он покупает значки Саламандр. Значки Саламандр дорогие. Я как-то помню, что, по-моему, я продал все свои значки, которые у меня были. Накопленные. Возможно, это как раз и были 10 штук. И он очень даже неплохо заплатил. То есть, там, по-моему, тысяча... То ли каждый стоит 100... Лишь, что-то в этом духе. Ладно, Леувардена нету. К сожалению, Леувардену... Тогда потом... Но, насколько я знаю, один Сефирот находится... Да даже не один Сефирот. На болотах тоже есть Сефироты. Успею ли я к Жан-Пьеру? Очень даже нет. Ой, будет, будет лить. Так, и сейчас у нас уже ночь. 20-30 места опасно. Ну, то есть... Угу, давайте почитаем, где вообще находятся Сефироты тогда. Это у нас в Глоссарии. Так. Вот что я вычтул в заметках Калькштейна. Сострадание, Сефират, Деклан, Леуварден. Хорошо, что Калькштейн все это мне интерпретировал. А то я бы никогда в жизни не догадался, что Леуварден ассоциируется со состраданием. Любовь Хесет. Васка, предводительница кирпичников на болотах. Что ж, дабы завоевать любовь этой дамы, мне придется здорово попотеть. Царство Мальхот. Канализация под Визимой. Мое любимое место. У Калькштейна точно есть гном среди предков, раз он умудряется связать канализацию с текстом книги. Внимание, Сила, Слава, Бина, Гвура, От. Статуя Милители. Одна на болотах, а другая в лечебнице лебеды. Не знаю, какой смысл в молитве без веры, но попробовать стоит. Основание Есот. Пещера в болотах. Это мы уже нашли. Победа на цах. Страж башни. Ладно, это не так уж трудно. Его всего лишь навсего надо победить. Страж башни. Корона китер, а тут Калькштейн просто превзошел самого себя. Из его записок следует, что последние сифироты я найду случайно. Ну, например, в жареной курице или там сидя в отхожем месте. Неведомо где и когда. Предназначение должно само прыгнуть мне в руки. Я в следующий раз, когда, как встречу Калькштейна, спрошу его, почему он скрывает свое гноме происхождение. Наверное, опасается расистов. Занятно. Это что там было сейчас за... Странный эффект. А вы не боитесь, что дом... Ну, я типа, все под контролем, просто дом деревянный. Так, вот дом Васки. У которой якобы тут есть сифирот. Ничего себе. А, ну рыболюди, точняк. Странник из дальних земель. Седой, но не старый. Непобедимый, но покрытый шрамами. Он утратил то, что ныне ищет. Как мне звать тебя, добрая женщина? Я Васка, старейшина этой деревни. Геральт, ведьмак, мое почтение. Чем занимаются жители деревни? Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? Почему же никто не работает? Тяжелые времена пришли к нам. Ответь, странник, что делают ведьмаки? Мы решаем проблемы. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Тот побывал другой ведьмак, некий Берингар. Он был здесь. Задавал разные вопросы по поводу алхимий. Крутился возле башни. Его, наверное, тот алхимик Калкштейн прислал. Вскоре мы нашли его вещи в глиняном карьере. Они все были в крови. Спасибо, Васка. Беловолосый. Там были следы борьбы, причем не с чудовищами. На него напали люди. Злые люди из сухих земель. Огненные ящерицы. Будь осторожен. Ты мне нужен живым. Почему же никто не работает? У вас тут завелись чудовища? Воистину так. Существа, которые убивают работников, свили себе гнездо в глиняных ямах. Понятно. Как они выглядят? Как будто утонули, но потом восстали. Похоже на утопцев. Я могу прикончить их. Мы бедный народ, беловолосый. Я не смогу дать тебе за это больше, чем 50 аренов. Этого достаточно. Куда мне идти? В сторону пристани. Но выбери другую дорогу на развилке. В конце ее ты найдешь глиняные ямы и наших мучителей. Нам нужно побольше дождя. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Я избавился от утопцев. Ты проявил к нам милосердие, а я тебя обманула. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Но я не хочу, чтобы ты ушел без вознаграждения. Возьми этот амулет. Это хесет, символ милосердия. Сойдет. Будь благословен. Теперь мы сможем подготовиться к приходу владык. А кто эти владыки? Водные владыки имеют большую силу. Мы поклоняемся им, а взамен получаем милость тех, кто приходит из вечных глубин. Любопытно. Все, что приходит в голову, это рыболюди водяные. Как ты смеешь использовать язык богохульства, когда говоришь о водных владыках? Эти имена оскорбляют владык. Владыки, вот уже близко. Мы можем поговорить. Калькштейн из Возимы, алхимик, говорит, что вы знаете что-то о башне мага и страже. Давным-давно могучий колдун жил на болоте. Он искал одиночество. И его ученик был его единственным спутником. Все изменилось, когда в его жизни появилась женщина. Начало, как в сказке. Но конец, как в жизни, ибо это была злая женщина. Маг утратил свое сердце себе на горе. Он выполнил все ее прихоти. Она использовала себе на благо его могущества. Кто была эта женщина? Не спрашивайте, что это было. Любовница мага была наделена силой. Она могла предрекать судьбу, и маг подарил ей колоду особенных карт Таро. Согласно ее пророчествам, он изобразил события будущего на каждой карте. И? В жилище мага охраняли големы глиняные великаны, которые трудились без устали. Те, что пережили ярость времени, остались на кладбище, где они, лишенные жизненной силы, омываемые дождями, стоят неподвижно. Один из них охраняет башню? Да. Самый могучий голем был привратником. Сторожил вход в жилище мага. Одна из карт Таро башня показывает, как голем будет возрожден в будущем. И это вновь откроет башню. Возьми эту карту. Мне она больше не нужна. Неплохо. Так, ну четыре сиферота есть. И мне, конечно, безумно нравится формулировка, но один найдешь случайно. С моей-то удачей, да. По-любому. И в этом страже как раз есть один из сиферотов, который нам тоже нужен. Естественно. Так, куда идем? Я думаю, к друидам. Я спрошу. Во-первых, я Ивину отнесу в ответ. Во-вторых. Узнал, что Беренгар мертв, когда встречу весь мир и передаю печальную новость. Ну. Хорошо. Лео Варден. Да, и Лойза еще. Я сейчас просто решил пойти немного другим путем в надежде найти сифер... Не сиферота, а альгулей. Мы пройдем вот таким вот путем. Просто как бы ночь. 20-30, правда. Но тут ночь. Опасно. Альгули. Пиявки. Пиявки, утопцы. Эхинопцы. Еще утопцы. Еще эхинопцы. Ровно ноль того, что надо на самом деле. М-м-м-м. Еще утопцы. М-м-м. Вот это, кстати, мне нужно, по-моему. Надо ей что-то... Что-то преподнести. М-м-м. А что именно? Вот в чем вопрос. Потому что это может быть все, что угодно. Ну, то есть... Там не написано. Там просто написано про эти два аутаря, милителя. И все. Там нет конкретики. Слушай, ну я иду просто уже всеми окольными путями в надежде найти, и я не вижу никого. Сплошная дрянь. Как такое может быть вообще? Ну, не судьба. А, я говорю, вот искать некоторых существ здесь очень печально. Как раз вот так вот легко срабатывает, что их тут нету. И... Ойзо! Продолжай. Денежки мои. Действуем, как договорились. Потому что давайте будем честны, ну и я реально не сделал бы это задание без него. Во-первых, я бы не узнал, кому. Во-вторых, я не знал про это растение вообще. Все честно. Блин, а вот звуки как будто... Зигфрид? Что вы тут... Что вы тут забыли? Геральт! Клянусь вечным огнем, я рад тебя видеть! Что случилось? Игла и хенопса попала мне под наголенник. Боюсь, я не могу идти. Мы искали кладбище големов. Какой-то дурень, да, светит вечный огонь тьму его разума, нёшь что-то про комаров и големов, а потом мне в ногу воткнулась эта игла. Ой! Эту рану нужно перевязать. Нет времени на такие мелочи. Эльфы и гавенкары собираются торговать на кладбище големов. Мой долг уничтожить и торгашей, и белок. Отрубить все головы Гидре одним ударом, так сказать. Похоже, у Гидры появилась отсрочка. Это был прямой приказ от самого великого магистра. Геральт, помоги мне, я назначу тебя командиром своего отряда. Я ведьмак, а не солдат. Я верю в тебя, Геральт. И ещё я верю, что ничего не случается без причины. Вечный огонь дал тебе разом честь и ответственность. Ну, Зигфрид, не увлекайся так. Я умоляю тебя. Нам и вправду очень нужна твоя помощь. Ждите здесь, я осмотрюсь. Я не хочу помогать им убивать белок. Я не буду помогать кому-то убивать кого-то. На априори. Ну, а теперь задача найти и вины здесь. Ну, где он может быть? Как-то его тут нет. Его, похоже, вообще здесь нет. Или что, они на кладбище? Типа големов? Ну, пойдём на кладбище големов, посмотрим, но... Типа они уже сейчас там находятся и готовы торговать? Там уже что-то происходит? Ну, або что? Серьёзно? Тут никого нет. Занимательно. Ну, его может не быть здесь, конечно. Так, навязал это. Отдать, ну, отдать. И вину. А его там нет сейчас. Он куда-то ушёл. Так, страж башни, значит, это голем. Один, правда, я его в жизни не убью. Потом, получается, ещё канализация. Ты не скажешь, где Ейвин? Гвинблейд? Не расскажешь. Можно посидеть ночь. Так, у меня больше же ничего нету, да, на именно ночные. Мне нужен день. Ну, тогда давай дождёмся дня. Потому что, как правило, большинство вещей нормальных происходит именно днём. Пофиг пока на тех ольгули. Может быть, и вообще в целом на них пофиг. Конечно, 400 за них платят, Калекштейн. Да и репутацию мне с ним надо бы набрать. Хотя, с другой стороны, я и так помогаю ему уже с башней. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. Да, и в то же время не могу зажечь костёр Игни, потому что дебилы стоят тут. Как я по ним попаду сейчас? Так, ребята, разошлись. Сейчас будет горячо. Вот, вот так вот сейчас. Уходи, уходи давай. У нас ещё level up был. Ну, я, наверное, пока не буду ничего качать, не знаю что. Поэтому давай ждём рассвета, отдыхаем. Потому что ночью найти вообще что-то вообще невозможно. Непонятно, правда, куда ей Вин уходит ночью. Или где он спит ночью. Ну, то есть, его и сейчас тут нету. Ну, возможно, его нет именно потому, что там вот что-то происходит с Орденом. Я не хочу везти их никуда. Что, как, что происходит? Зачем? Ну, ладно, пойдём с ними. Хорошо, я их якобы поведу, но... Давай, я просто поеду с ними. Серьёзно? Хорошо, я поведу рыцарей в бой. Благодарю тебя. Эльфы и говенкары встречаются на кладбище големов. Нанесите удар решительно и уверенно. Думаю, не помешали бы ведьмачьи эликсиры. Я слышал о них много хорошего. Доведёт вас вечный огонь. Конечно, куда ведьмаку без эликсиров? Ещё один вопрос. Кто такие эти говенкары? Редкостные ублюдки. Они поставляют оружие белкам. Эльфы называли их Хаукарен. Словом непереводимым, но как-то связанным с хищным корыстолюбием. Вечный огонь. А может, они только сейчас днём там появи... Да, понятно. Нет. Извините, но я не встаю на их сторону. Значит, надо ждать дня и идти на кладбище големов днём просто. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. Пойдём на кладбище големов днём без этих придурков. Я не буду им помогать. Не, какой, куда? Эти идиоты хотят убить эльфов просто потому что, поэтому... У них никакой адекватной причины, естественно, на это нет, поэтому я не буду им помогать в какой-то... Проблема в том, что я не могу найти ей вина. И тут, ну, ничего нет. Видишь, тут ничего не происходит. Как такое может быть, для меня загадка. Возможно... Возможно, я слепой, но ей вины и правды здесь нет. Якобы, пока я не разберусь с тем заданием. Ну! Тебе надо от меня. Не делайте это. Позже, я... Я думал, ты отстанешь от меня. Так, ладно. Я понял. Странно. Тогда пошли обратно. Я, конечно, заколебался гулять туда-сюда. Но, да, пошли обратно. Какой у меня ещё выбор? Если ничего не работает. Сдам шкуру, поговорю с Леуварденом. Продолжу искать сефироты. Давай ещё раз, где там остальные? Так, значит, один у Леувардена как раз сефирот. Васки я взял. Канализация. Вот, статуя Милителли в лечебнице. Надо посмотреть, что там. Пещера в болотах это я забрал. Страж башни победить. Один... Ну, то есть, короче, остаётся канализация, Леуварден. И... И статуя. Ну, и, естественно, страшно. Со стражем попозже. Со стражем прям конкретно попозже. Там чуть ли не в последнюю очередь к нему. Я потому что там... Я помню, что... Идти к нему, драться с ним один в один, это заведомо проигрыш. Надо помощь набирать для этого дела. Чтобы кто-то пошёл со мной. Там никакие зелья не помогут. Там, типа, просто... Один удар, а до свидания. Поэтому надо сначала разобраться со всем остальным. Потом уже будем разбираться с этим. Со стражем. А вот что Мелители предложить, не понимаю. Но, в любом случае, пока что двигаем в обратную сторону. Мне бы, конечно, телепор... У меня, кстати, есть телепорт в Изиму. Ну, не в Изиму. У меня есть телепорт в базу Каликштейна. То есть, если подойти к месту силы, воспользоваться камнем, который он мне дал, то как раз можно телепортироваться к нему в лабораторию. Но мне просто нужны ещё промежуточные. Господи, что такое это? Места. Во-первых, волочи шкуры. Заберите у меня уже всё это. Эти все побочные... Побочные деятельности. В чём дело? Шкуры. Я пришёл по объявлению. Наконец-то! Достал шкуры? Да. Вот 10 волчьих шкур. О, боги! Отлично! Титул королевского эгермейстера у меня в кармане. А если нет, я всегда могу стать наёмником. Прощай. Сколько? Новый клиент? 150. Пере... Да. 150 копейки. Уже. Я думаю, сейчас будет проблематично у Лиу Вардена выбить камень. Я ему, кстати, хотел попробовать ещё вино толкнуть. Да, сейчас он точно должен быть здесь. А то он так периодически прячется от меня. Так, во-первых, могу ли я продать себе это вино? Не могу продать себе это вино. Прекрасно. Да. Я думаю, это ты платишь за значки, Саламандр. Я только не очень понимаю, зачем ты это делаешь. Что? Ты ошибаешься. Я ничего об этом не знаю. Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю. Почему ты так агрессивно реагируешь? Я тоже охочусь за Саламандрами. Я могу это доказать. Если ты такой прилежный охотник за подонками, принеси мне три их значка. Тогда поговорим. Вот тебе три значка. Может быть, теперь ты всё-таки расскажешь мне про ваше тайное общество. Отлично. Я сказал, что плачу по 20 аренов за штуку. Но для тебя можно сделать исключение. Я дам тебе в 10 раз больше. Просто отлично. Но мне всё равно хочется знать, почему ты платишь охотникам за головами за борьбу с Саламандрами. Саламандры мешают бизнесу. Твоему бизнесу? Моему бизнесу. Любому бизнесу. Слушай внимательно, ведьмак. Есть силы, о которых ты ничего не знаешь, которые ты даже не можешь себе представить. Радуйся своему невежеству. Леварден, я слышал такое количество напыщенных пафосных речей, что твоя меня ну никак не впечатляет. Плевать я хотел на твои силы. Мне нужно добраться до лидеров Саламандр и убить Азара и Веда. Всё остальное меня не волнует. Хотел бы я посмотреть на смерть Азара и Веда. Если тебе удастся это сделать, найди меня. Получишь куда больше 20 аренов. А если ты уничтожишь Саламандр, так вот, если ты избавишься от Саламандр, я тебе щедро заплачу за труды. Уничтожить Саламандр будет непросто. Я рассчитываю на твою помощь. Чем смогу, помогу. До встречи. Да? Так. А ещё? Купить не хочешь? Ну, если не интересует. Ты чё? Да? Ну, ладно. Я ищу камни, которые называются Сефироты. Их должно быть 10. Мне пока не удалось найти все. Может быть, тебя интересуют редкости и древности? Да, я знаю об этих камнях. Когда-то я купил себе один, думал, в нём есть магия. Магии нет. По крайней мере, мне не удалось ничего с ним сделать. А я немало заплатил магу за то, чтобы он его изучил. Тогда, может быть, ты мне его продашь? Продать Тефирет? Знаешь, а он мне начал нравиться. Я хорошо заплачу. Пятьсот аренов, например. Не знал, что этот булыжник столько стоит. Ну да ладно. Вообще-то я ношу Тефирет при себе в качестве амулета. Так что мы можем завершить сделку прямо сейчас. Ненавижу тебя. У меня есть пятьсот аренов, которые я с удовольствием потрачу, чтобы купить твой Сефирот. С грустью расстаюсь со своим камнем. Но если я его не продам, пострадает моя репутация корыстолюбца. А при моей профессии такой имидж очень важен. Тефирет теперь твой. Я как-то только не очень могу понять, а почему ты не хочешь покупать остальные у меня значки саламандры? У меня же их так много. Он платит 200 за штуку. 1400 еще, ну? Как дела? Как дела? И все, да? Вот ты тварь. Кстати, кольцо золотое забери у меня. Вот. Ну, я запомнил. Так, что у нас остается? Значит, Сефироты. Леуардан пообещал справиться с саламандрой. Буду ждать его следующий ход. Секреты визимы Реймон. Таинственная башня Сефироты. Часовой колькштейна. Насчет часового. Надо сходить еще в канализацию и в храм. Ой, не в храм, в лечебницу. А где я в канализации-то буду искать Сефирот? Типа он просто где-то в канализации выпадет с какого-то случайного утопца? Там был какой-то проход? Неизвестно куда. Который был закрыт. Я еще поинтересовался, но... Не знаю. Давай сначала в лечебницу, потому что там тоже какая-то муть происходит. Так, осталось пять. Это Страж, Лечебница, Канализация. Это три. Еще где? Прошли Себниш и канализация. Один я нахожу случайно. И... И непонятно. Так, вот еще один алтарь. В него тоже можно что-то положить. Так, давай почитаем еще раз. Статуя Милетели одна на болотах, а другая в лечебнице Лебеды. Не знаю, какой смысл в молитве без веры, но попробовать стоит. Ты пришел, чтобы молиться Великой Матери? Я не слишком религиозен. Милетели любит всех своих детей. Даже тех, кто отбился от стада. Очень мило с ее стороны. Чем я могу помочь? Я ищу кое-что и наткнулся на указание, которого не могу понять. Хорошо, что ты пришел сюда. Богиня бесконечно мудра. Указание говорит о троичной богине. Вот, прочти сама. Три лица? Да. Это похоже на Милетели. Смотри на статую с тремя лицами богини. А жертва? Милетели принимает в жертву только плоды природы. Фрукты, растения, цветы. Она не любит, когда во имя ее кого-то убивают. Цветы, значит, любишь? Как у меня есть. Какие-то особенные цветы, что ли? Чем я могу помочь? Расскажи мне про вашу богиню. Милетели – мать всего живого. Богиня любви, плодородия и исцеления. Почему статуя изображает три фигуры? Как все женщины, богиня имеет три лица, которые отражают изменчивую природу ее силы. Что это за лица? Молодая беззаботная девушка, зрелая беременная женщина и сгорбленная старуха на склоне лет. Понятно. Чем я могу помочь? Ну она же принимает цветы. У меня тут букет такой огромный. Ну, целых два. Она не хочет, надо другие найти. Так, то есть мне надо найти какой-то особенный цветок или особенный там фрукт, плод, что-то такое, что она примет. Странно, что это именно так. Ну, что расскажешь, Шанни? Понял. А как я себе тоже займусь тогда потом? Ну, не прям потом, но. Пошли в канализацию тогда. Там, в принципе, кроме утопсов никого нет. Но вообще, мне что-то подсказывает, что вот эта вот вещь. Что-то как-то странно оно выглядит. Там просто написано канализация, да? Канализация подвезимой, мое любимое место. И может оно быть где вообще угодно. Канализация полностью исследованное место. Практически полностью исследованное место. Но то, куда я не мог попасть, я туда в любом случае не попаду, потому что у меня не появилось ключей или чего-то такого. Как же они уворачиваются? Цефирот, цефирот, цефирот. Я так понимаю, случайно подразумевается, что я могу просто, знаешь, типа, убить кого-нибудь и просто, наверное, вытащить из него цефирот. Он как-то магическим образом там окажется. Мне кажется, так тоже будет работать. Ну, просто непонятно. Канализация расплывчатое место. Что-то поконкретнее нужно. Вот, вот тут была вот эта вот решетка, но я не могу ее открыть. У меня нет к ней ключей. В любом случае, то есть... А, оно теперь открывается. Ответвление канализации. То есть, оно внезапно теперь открывается, просто потому, что мне надо цефирот здесь найти. Как-то часто групповым стилем промахиваться стал, по-моему, нет? Я не буду с этих утопсов уже что-то собирать. Просто не очень хочется. Блин, ну тут гули. А ли гули нету? Три штуки надо всего. Вместо силы. Смотри, здесь есть труп. Здесь есть костер. Выход. Это, кстати, интересный выход. Но подожди. Обычный. А, иди сюда, я здесь. Это что? Просто ящик пустой. Так, он тут пустовато. То есть, мне на выход получается. И где я выйду? Типа, со стороны выброса этого канализации? Просто снаружи? Похоже на то. Просто вообще больше ничего нет. Ну, пойдем посмотрим. М-м-м. Круто. И у этого трупа тоже нет сиферота. Интересно. Интересно. Карты этого места тоже, соответственно, это вот территория. Стоп. М-м-м. Почему я как будто вот здесь ни разу не был? А там, наверное, типа нельзя пройти. Я стосил им. Только если выделить сифероты, например. Есть еще в ск... В этот... Есть еще склеп культистов, но я там тоже все вроде... Стоп. Как называется этот... Эм... Мальхут. Да? Хохма... Мальхут. Господи, а я... Как бы... Азабей. А вообще ни слова просто вообще. Просто ни слова. Этого не было сейчас. Зато мы открыли ответвление канализации. Ой, идиот. Ох, дебил просто, а. М-м-м. Какой же... Как же умен. Невероятный интеллект просто. Я думаю, я же нашел этот камень как раз в склепе этих культистов. Нафиг мне эта канализация не сдалась вообще. О, господи. Ну ладно, зато... Походили вон, гули пофармили чуть-чуть. Это, конечно, отвратительно. Надо смотреть, какие сифероты я собираю, да. Нет, я просто помню, какие я... Какие я собирал, какие нет. Как-то в канализации-то я нашел. Так. А какие тогда у нас получается-то канализация, я считал. Смотри. Или у Вардена я взял, у Ласки я взял, в канализации я взял. Статуя, раз. Пещерный болоток взял. Страж башни, два. И это три? И где-то есть еще две, неизвестно где. Крутяк. Моя старая знакомая. Кулачный бой ольгулем. Так, это интересно. Реймонд Каликштейн. Каликштейн. Надо расспросить Каликштейну. О часовом. Я еще больше разболеюсь. Чего? Я никогда здесь не был. В этом заколуке. Мне нравится эта погода. Цветы, фрукты. Еще. Да, ну да. Блин, вот это... Вот это цветы, фрукты, конечно, тоже такая странная формулировка. Типа, ну, она любит цветы, фрукты, но вот букет цветов положить ей почему-то нельзя. Как так? Извини, я задумался. По поводу башни. Да. Я говорил с Ваской на болоте. Она помогла мне найти карту Таро Башня. Там говорится, как разбудить стража. Давай посмотрим на эту карту. Интересно. Хм. Аллегория. Но ее достаточно просто расшифровать. Все подсказки очевидны. Понимаешь, ведьмак, многое зависит от интерпретации. Но мне кажется, я понял, в чем дело. Алхимику всегда проще понять другого алхимика. Просвети меня. Стража можно разбудить только при определенных условиях. Во-первых, его надо разбудить рядом с башней. Это условие выполнено. Во-вторых, чтобы разбудить голема, тебе понадобится громоотвод. Громоотвод? Здесь нарисован человек в короне. Это может быть отсылка к королю Герману Безумному. Никогда не слышал о Германе Безумном. Во время грозы Герман взбирался на башню и оскорблял богов, обзывая их ублюдками. Враги убили его, попросту сняв с башни громоотвод. Поучительная история. Но при чем тут громоотвод? Тебе понадобится приспособление, которое притягивает молнию. Проще говоря, прочный металлический пруд. Хороший кузнец без проблем может выковать такой пруд. Что дальше? И, наконец, самое важное. Нам нужна гроза. И тут я теряюсь. Я не знаю, как заставить мать-природу сотрудничать со мной. Я что-нибудь придумаю. Когда у тебя будет все необходимое, иди к стражу и прикрепи к нему громоотвод. Энергия молнии вдохнет в голема жизнь. Что дальше? Понятия не имею, но уверен, что ты справишься. Когда расправишься с големом, сможешь приготовить очень редкий эликсир, используя сердце голема. Вот рецепт. Посмотрим. Извини, я задумался. Эликсир на золотой навык, наверное. Или... Я вообще не вижу ничего нового. А, потому что он мне дал это в руки. Да, вот, мощь голема. Получаем обсидианного сердца голема. У того, кто выпьет эликсир, появляется возможность покупать совершенствование интеллекта. То есть, я могу что-то выбрать из интеллекта, прокачать. Интересно. Я, кстати, возможно, знаю, где Явин стоит. Потому что... А, нет, он не там. Он там быть не может. Ну, у меня так и остается, получается. Единственная башня. Часо мне, что скрыто о глаз. А, как же, как же, как же, как же все это успеть-то, блин, сделать, а не это... Я так понимаю, мы опять возвращаемся на болото. Я сейчас попробую у Левого Варда нож купить что-нибудь... Не супер дорогое, но... Что, возможно, сработает на Милителе. Потому что Милителе какая-то тварь, честно говоря. Принимает всякие штуки. Но при этом очень, так, избирательно. Купил бы у меня еще... Так, орхидеи. Давай купим орхидеи. Давай купим... Но у него больше нечего покупать. Ну, вот попробую орхидеи. Не знаю. Это уже, да, купец какой-то. Я думал, ты мне что-нибудь продашь. Или купишь. Я все еще не знаю, куда толкать вино. Перевези меня на друг... Я просто задолбался, если честно, слушать этот диалог. Думаю, не я и один, поэтому давайте мы будем его пропускать. Добрый господин. Нужна лодка. Очень добрый. Надо найти, зараза, Еевина. Вот где он может быть? Вот куда он делся? Готовится к этой сделке там своей. На которую я не могу пойти со стороны ордена просто потому, что... Ну, я не идиот. И я не хочу убивать Скайтейли просто так. А эти дебилы с ордена ждут. И чего ждут? Нет, там были эльфы другие. Там, конечно, был... Я просто вспомнил одного эльфа, которого я тут видел. Но нет, там же типа краснолюды и эльфы. И там был обычный эльф. Он был похож на Еевина, но... По одежде. Но это был не он. Так, ну вот, кстати, аутарь Милители еще. У меня орхидеи не работают. Я не понимаю, что ей дарить. Буквально. То есть это... Это, похоже, должно быть что-то конкретное. Но давайте тоже разберемся с этим потом. Я не знаю, зачем я бегу по походными путями. Сейчас же не ночь. Альгули не нужны. Так, чтобы, короче, убить голема, надо сходить будет к кузнецу. Это тоже не проблема. Я пытаюсь просто решить другие проблемы. К которому у меня сейчас хотя бы есть вопросы. Потому что я реально не понимаю, куда делся Еевины. Где его искать. А мне кажется, что это сейчас важно. Да и к тому же, я не убиваю голема. Какие... Какое зелье может пригодиться против голема? Не кровотечение же, явно. Не знаю. Кроме усиления. Просто атак. Обычно. Я и вин, я и вин, я и вин, я и вин, я и вин. Ну не может тебя здесь не быть. Но его тут нет. Охренеть просто. Тут бывают такие моменты, что персонаж, который тебе нужен, просто перестает появляться в своем обычном месте. И как его искать, вот, ну, не знает никто вообще. Так, это я куда пришел? Я немного... Да, я немного не туда. Нет, можно сходить, конечно, и в лагерь к Скайта Элем, но он вроде как среди друидов обитает. Да и метка стоит именно на нем, и тут никого нет. Нет, пойдем попробуем сходить к Скайта Элем. Хорошо, они были, по-моему, где-то вон тут, да? На лагерь не людей. Пошли к нему. Может быть, ей вин теперь там? По непонятной причине. Причин быть ему там нету, но... Кто знает, кстати, виверны. Причем вот эти виверны, скорее всего, уже злые. Надо поаккуратней. А это, кстати, разрушенные башни, те самые. Про которые писались, видимо, по башне мага, которые роняли. Несколько раз. Так. Разведчик, разведчик, разведчик. Ейвин, я тебя ненавижу, мужик, просто. О, ведьмак. А вы время даром не теряете. Это тренировочный лагерь. Мы должны постоянно тренироваться, чтобы быть готовыми к бою. Ты действительно считаешь, что эта кучка воинов способна чего-то добиться? А способны ли несколько камней вызвать лавину? Способна ли одна искра вызвать пожар, уничтоживший целый город? Я не стану отвечать. Ответ известен нам обоим. Ну? Да. Я принес ответ Вивальди. В его ответе слова, а не золото. Я подозревал, что так оно и будет. Значит, я напрасно старался. Совсем наоборот, ведьмак. Вивальди либо не хочет, либо не может помочь нам. А это сама по себе очень важная информация. Он не говорил о причине своего отказа. Вивальди банкрот. Интересно. Банк процветает, а Вивальди банкрот. Благодарю тебя, Геральт. Ты мне подсказал отличную мысль. Да. Вы разбили военный лагерь. К чему вы готовитесь? Тебя это не касается, ведьмак. Но ведь ты не дурак. Если как следует поразмыслишь, может и догадаешься. Вы намерены восстать против людей. А ты не боишься, что я могу рассказать об этом кому следует? Небольшая поправка. Мы намерены выиграть войну, которую ведем с людьми, а не просто начать восстание. И с какой стати мне волноваться о том, что ты на нас донесешь? Ты выродок. Люди не воспримут тебя всерьез, так же, как не воспринимают и нас. А во-вторых, подготовка к войне зашла так далеко, что уже ничто не сможет нас остановить. Вскоре Вазима сгорит. Надеюсь, когда все это начнется, я буду далеко отсюда. Учитывая твою склонность ввязываться в самые разные передряги, мы обязательно встретимся с тобой на поле боя. Вопрос лишь в том, на чьей стороне ты будешь воевать. Пока. На своей. Наивный, как дитя. В войне невозможно сохранять нейтралитет. Ты еще в этом убедишься. Время покажет. Да. Для меня работа есть. Ты отлично ориентируешься на болотах. И так как ты уже один раз помог нам, я хочу попросить тебя еще об одной услуге. Я слушаю. До меня дошли слухи, что рыцари Ордена Пылающие Розы вышли на болото. Они презирают нелюдей. Рано или поздно эти убийцы придут нас убивать. А я здесь при чем? Отведи команду к кладбищу големов. Там вас будут ждать Хавкаарен с оружием. Мы должны как следует подготовиться к войне с Тхойны. Если случится непредвиденное, я хочу, чтобы ты не дал команде разбежаться и заставил их бороться. Не уверен, что сейчас у меня есть желание этим заниматься. Возможно, я зайду позже. У меня не то, что у меня нет желания, у меня нет уверенности. Я просто пока не знаю, что с этим делать и начну в сторону вставать. Одни вроде хотят расхреначить в Изиму, что не очень хорошо. Другие хотят убить этих, я не знаю. Странно. Что у нас остается? Альгули. Альгули и Сефирота, да. Значит, мы... Ну и громоотвод, но это тоже часть типа... Это Сефирота. Поэтому да, короче, будем мы доставать Сефироты. Потом после Сефиротов думать, что делать здесь. Потому что тут что-то произойдет явно страшное. Придется вставать на чью-то сторону, кого-то защищать. Но думать об этом мы будем уже, наверное, в следующей серии. Пока что на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok